Всех приветствую на моем канале. На этой неделе в российские автомобильные средства массовой информации просочилась информация о новой модели Lada Niva. Изображения автомобиля были опубликованы изданием Колеса.ру. Новый кроссовер может получить имя Lada Niva Forte. Название Forte было недавно зарегистрировано автовазом в базе Роспатента. С румынского языка это имя переводится как Siva. Иначе говоря, новая Niva должна стать сильным конкурентом для лидеров C-сегмента кроссоверов в России. Такие как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Kia Sportage. По замыслу создателей, новая Lada Niva Forte должна обрушить продажи Toyota RAV4 и Tiguan. И возможно даже заставить компанию Toyota Motors покинуть российский рынок. Предлагая больше автомобиля за меньшую цену. Наиболее интересно в новом проекте то, что, как сообщает автомобильный портал Drom.ru, новый кроссовер от Автоваза может быть построен не на бюджетной платформе B0, которая лежит в основе всех кроссоверов Renault B-сегмента в России, а на базе более современной платформы CMF. Данная платформа недавно пережила модернизацию и теперь называется CMF-B. Кроме того, отныне она теперь фактически разделилась на две ветки. Стандартного CMF-B и CMF-B LS. LS расшифровывается как Low Specifications. На русском это звучит как упрощенное исполнение. Автомобили на стандартной CMF будут предлагаться на рынке Европы, Северной Америки, а также на рынках развитых азиатских стран. Автомобили на упрощенной версии платформы будут предлагаться в странах третьего мира и России. Также на ее основе будут строиться бюджетные автомобили под маркой Dacia для рынка Европы, такие как Logo и Sandero третьего поколения. До недавнего времени считалось, что концерн Renault Nissan, владеющий Автовазом, планирует в ближайшие годы перевести все автомобили LADA на уже упомянутую платформу B0. С чем же связано то, что планы поменялись? Ведь теперь, как сообщает все тот же портал Drom.ru, Автоваз планирует в период с 2020 по 2026 год выпустить 10 новых моделей. О планах выпустить такое количество новинок заявил директор программы развития платформы LADA BC Алексей Лихачев в рамках онлайн-лекции, которую проводил для студентов Тольяттинского государственного университета, большинство из которых будет построено именно на платформе CMF, среди которых новая LADA Granta, следующее поколение Vesta, а также более крупный седан, про который я уже рассказывал, который может выйти как под именем Priora, так и получить полностью новое наименование. Тот факт о том, что Автоваз планирует постройку новых автомобилей на платформе CMF, также подтверждается сообщениями в СМИ о том, что Государственный фонд развития промышленности планирует выделить льготный кредит Тольяттинской фирме рулевые системы на реализацию крупного инвест-проекта, локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault Nissan CMF BLS, об этом сообщает автомобильный портал Drom.ru. Также сообщается, что данный проект локализации производства оценивается в 252 миллиона рублей. Смеза платформы вызвана необходимостью оснащения автомобилей техническими новинками, которые станут обязательными в течение ближайших 10 лет, и которые уже не могут быть интегрированы в машину на старой платформе B0 без ее коренной переработки. Неспроставить в Renault отказались от нее даже при разработке нового поколения Renault Logan, самого бюджетного автомобиля из возможных, так как он не смог бы отвечать современным европейским требованиям по экологии и безопасности. В российском представительстве компании также поняли бесперспективность использования старых технологий. Автомобили Renault, такие как Logan, а также их кроссоверы вроде Duster, Arkane и Captura, стоят не то чтобы сильно дешевле своих конкурентов из Германии, Чехии и Кореи, однако значительно уступают им по потребительским качествам, и продажи их планомерно снижаются из года в год. Сам автоваз на платформе B0 выпускает такие модели, как Largus и X-Ray. И если Largus за неимением каких-либо конкурентов пользуется устойчивым спросом, то продажи X-Ray постоянно падают. По сообщениям в СМИ, его производство стало уже просто нерентабельным. Не помог ни выход модификации кросс, ни версии с ниссановским мотором и вариатором, ни выпуск специсполнения Instinct. В СМИ, в частности в журнале «За рулем», а также на сайте LADA Online, появились сообщения, что модель и вовсе могут снять с производства. В принципе, ничего удивительного в этом нет. LADA Vesta является более технически продвинутым автомобилем. Если вначале спрос на X-Ray поддерживался за счет более практичного кузова хэтчбэк, то с появлением Vesta Universal целесообразность покупки более дорогого X-Ray стала вызывать очень большие сомнения. Отсюда можно сделать вывод, что выпуск новых моделей автовазом на заведомо устаревшей платформе заранее обречет их на рыночный провал, что явно не входит в планы руководству концерна, который и сам переживает не лучшие времена, а текущее ухудшение положения дел в экономике еще сильнее ослабило его положение. Что же касается новой модели LADA Niva, то построенная на новой платформе, она будет очень технически близка таким кроссоверам, как Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, которые в данный момент локализованы на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Основным ключевым преимуществом новой модели перед ними станет куда более высокий уровень локализации. Это позволит снизить итоговую стоимость автомобиля для потребителя на 10-15%. Силовая структура кузова новой LADA Niva Forte будет максимально унифицирована с тем же Qashqai. Однако за счет использования полностью своих навесных панелей автомобиль получит полностью оригинальный дизайн. Он должен заимствовать многое во внешности у концепта LADA X-Code двухлетней давности. Передок автомобиля получит характерную X-фигуру, ставшую фирменной для всех моделей автоваза. Передние фары новой Niva будут прямоугольными. Причем в силу того, что оптика будет светодиодной уже в базе, их можно будет сделать очень узкими, что сделает внешний вид кроссовера более стильным и стремительным. Сбоку появятся характерные X-фы штамповки. Ближе всего к исходному облику LADA X-Code будет задняя часть LADA Niva Forte. Задние фонари сохранили свою форму практически без изменений. Схожесть есть и в форме задней двери, а также бампера с имитацией диффузора. Интерьер нового автомобиля может быть позаимствован у Qashqai, либо у родственного ему европейского кроссовера Renault Kadjar. В обоих случаях он может претерпеть модернизацию. Так у автомобиля может появиться полностью цифровая приборная панель. Помимо этого кроссовер будет оснащаться мультимедийной системой с поддержкой функции Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Последняя уже устанавливается на Qashqai. Автомобиль сможет оснащаться шестью подушками безопасности, системами ABS, ESP, системой автоматического торможения, удержания автомобиля в полосе и камерами кругового обзора. Возможно и появление адаптивного круиз-контроля. В дорогих комплектациях будет кожаный салон и панорамная крыша. Открытым остается вопрос, будет ли новая Niva построена на базе Qashqai текущего или следующего поколения. Ведь следующие Qashqai и X-Trail уже анонсированы и должны выйти до конца года. В России же их производство, однако, начнется позже, приблизительно на год. То есть их стоит ожидать к концу 2021 года. Кроме того, к тому времени должен выйти и новый Mitsubishi Outlander, построенный на той же самой платформе. Ведь с недавнего времени Mitsubishi входит в состав концерна Renault Nissan. Как итог, есть два варианта развития событий. В первом случае, новую Lada Niva Ford максимально унифицируют с этими новыми автомобилями. Во втором, он будет собой представлять фактически модернизированный Nissan Qashqai текущего поколения. С переводом Onava на более бюджетную упрощенную платформу CMF-BLS. Пока что информации в пользу какого варианта будет принято решение нет. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Ведь по мере поступления информации о новой Niva я буду выпускать новое дополненное видео. Стоит учитывать, что даже если новая Niva будет представлять собой перелицованный Qashqai текущего поколения, автомобиль в любом случае будет модернизирован. Текущий Qashqai прилагается с турбомотором 1.2, а также двухлитровым атмосферником. От обоих двигателей концерн отказывается. Вследствие чего, вместо турбомотора 1.2, новая Niva Ford получит атмосферник 1.6 от Nissan, выдающий 114 лошадиных сил. Что интересно, этим мотором оснащался Qashqai первого поколения. В данный момент этот двигатель ставится на многие модели Renault и Lada. Он будет оснащаться механической шестиступенчатой коробкой передач, либо вариатором Jatka JF015E. Машина с механикой будет доступна как с передним, так и с полным приводом. С вариатором лишь с передним. Вместо старого двухлитрового 143-сильного мотора, новая Niva получит турбомотор 1.33 литра, выдающий 150 лошадиных сил. К концу года АвтоВАЗ планирует локализовать его производство на территории России. Машины с таким двигателем будут оснащаться вариатором Jatka JF016E и будут доступны как с передним, так и с полным приводом. Lada Niva Forte будет чистым кроссовером, поэтому ни понижающей передачи, ни блокировок у нее не будет. Система полного привода будет подключаемой, задние колеса будут подключаться автоматически при пробуксовке передних. Такая схема используется на большинстве современных кроссоверов. Начало производства новой Lada Niva Forte стоит ожидать во втором квартале следующего года, тогда же, когда на конвейер встанут новые Nissan Qashqai и X-Trail. Предполагаемая стоимость нового кроссовера Lada Niva Forte составляет от 1.300.000 до 1.900.000 рублей. В данный момент ориентир, то есть Qashqai, стоит приблизительно те же деньги. Но, во-первых, стоит учитывать инфляцию за ближайшие два года, а во-вторых, новое поколение Qashqai станет явно дороже, приблизительно на 150-200.000 рублей. Всего этого цену новой Niva можно назвать вполне конкурентоспособной. Фактически, в плане цены она будет соперничать с дорогими кроссоверами B-класса, вроде Skoda Karoq и Kia Seltos, явно превосходя последних по потребительским качествам. Также к тому времени ожидается выпуск нового конкурента в виде кроссовера от OAS, о котором я рассказывал уже в прошлом видео. А сама Lada в конце этого года может выпустить купе-кроссовер на базе Arkana, то есть на старой платформе, под названием Lada Niva Cross Coupé. На начальном этапе, пока платформа CMF не будет полностью освоена в производстве, есть вероятность, что новая Lada Niva Forte будет производиться на заводе Nissan под Санкт-Петербургом, который в данный момент не загружен. В последующем ее производство может быть перенесено в Тольятти. На данный момент это вся информация о новой Lada Niva Forte. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях, как вам новая Lada Niva Forte, ведь только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!